итак ребят всем привет сегодня очередная распаковка посылок к сожалению ждал четыре пришло только две но терпения у меня нету и мне хочется распаковать вместе с вами сейчас 2 потом еще будут посылочки так что смотрим будет интересно кстати посылочку я приготовил большая именно для вас вот так что я ее конечно сейчас распакую мы узнаем что в каком сохране потом я сделаю какой-то тест обзор на него и потом мы это дело разыграем вот так что смотрите когда будет розыгрыш это нужно будет контролировать и пока репосты конечно же будут так что смотрим распаковка думаю будет интересно как мне так и вам ну что приступаем давайте сначала распакуем маленькую а потом самое интересное что у нас радует здесь вот упакована безобразно меня с этим продавцом был небольшой конфликт очень долго отправлял сегодня 10 число 10 марта купил я это 6 февраля целый месяц я ждал когда он сообразит отправить смотрите как упакованы все да не очень хорошо посылочки так если человек профессиональный то это сделал над весь грубо говоря извините меня за выражение но просто упаковка должна быть идеально в плане того что не должно ничего пострадать во время транспортировки сами понимаете как работает почта частности сотрудники почты так приобрел я вот такие вот кресты как вы видите часть крестов будет чистится кое-какие реставрироваться вот этот уже прошел реставрацию большой достаточно хороший вот но все равно его нужно приводить в порядок я его буду приводить в порядок в плане чистки затем наносить искусственную патину ну естественно и как вы видите имеется частицы частицы белый и синий эмали эмаль буду тоже наносить дальше следующий крест непонятного характера в плане того что он у нас белый вот такой белый не знаю возможно это напыление и принцип такой же помните как я производил реставрацию креста сделал именно такую тематику но к сожалению крест с утратами видно его тоже вот в этом месте производили реставрацию жалко ну ладно дальше еще два креста один обычный другой херувимами так этот крест что у нас реставрации вроде не проходил хотя не тот целый вот такой крестик тоже но из тонкого такого металла не знаю что здесь происходило но на панно пойдет хорошо следующий крест тоже прошел реставрацию реставрация грубая очень грубая реставрация вот они того не стоит на фотографиях было одно по факту совсем другое не было видно реставрации абсолютно потому что кресты были только лицевой стороной внешне сторону он не фотографируем нужно конечно было потребовать но когда ставки делу мне как-то было это не до этого потому что на последний момент я пришел на покупку так что ладно пойдет пойдет ну и самое интересное ребят вот это смотрите коробка шумит и кто это отправлял вам товарищ недостаток минус в карме потому что так не упаковывают посылка не должна ни в коем случае греметь повторюсь еще раз по посылке отправляются почтой россии их пинают шмыряют так ногу и целые не помята ничего не поломано вот но фактом что там гремит и возможно что-то и раскололась возможно ну давайте посмотрим надеюсь как вы видите металлоискатель грунт так ну что смотрим распаковочку очень поразило то что в такой маленькой упаковке в коробке металлоискатель с инструкция абсолютно новый 4030 про макс про ребята про необычный а версии про что у нас здесь все новое пульт управления я мальчика прям к видео как раз ладно протестим дальше подлокотник но реально детский подлокотник не знаю дальше держатель ну честно говоря что хотел то и получил ну что китай тут китай провод жесткий не очень хороший разъем папа мама как вы видите еще как в советских магнитофонах были кто за остался... знает о чем я говорю две кроны вот недостаток этого металлоискатели то что они будут работать на кроне чем них хороший недостаток тем что не дай бог на копе да ладно он от двух крон одновременно работает это вообще жопа это минус прибору минус прибору две кроны офигеть это не есть хорошо давайте попробуем закрыть все дела так боится так на русском громкость все металлы дискриминация и включение выключения протестим смотрите видео про этот металлоискатель дальше катушка катушка вот такого вот характера жесткий пластик будет корябаться сколы обязательно будет нужно будет делать дополнительный чехол силиконовый вот как то вот так вот ребята обязательно его протестим и разыграем ну что ребята вот такая вот у нас распаковочка получилось кому интересно следите за продолжением будет тест металлоискателя китайского да многие меня спрашивают что как зачем почему а я не знаю вот пришлось мне его купить для того чтобы протестить и потом отвечать стоящий прибор или нет стоит он конечно сущие копейки от трех до пяти тысяч все зависит от того где вы это берете ну и пересыл конечно же немаловажно так что смотрим будет интересно и мы его разыграем ну конечно будет интересно именно начинающим любителям или же взять под этот подарок непосредственно своему напарнику сыну дочери или жене ходить на пару будет семейный подряд это будет интереснее куда интереснее так что все пока ждите следующего обзора вскрытие посылок что седой приобретет на этот раз не знаю вам это тоже будет интересно потому что много мы разыграем на своих стримах так что пока